Мир вам, дорогие друзья! Доброе утро! Я очень благодарен Богу за то, что Он ко мне пришел в сегодняшнее утро. Я поясню, чтобы вы поняли. Знаете, доля ведущего программу дня довольно-таки нелегкая. И в конце дня чувствуешь такое истощение моральное. Тем более, когда различные штрихи появляются, неприятные в течение дня. И мало того, что отбой немножечко затянулся, мне пришлось с мегафоном три круга нарезать по всей территории. Но Бог дал мне мягкий язык и спокойный тембр голоса. И я видел, что люди слушались. И это как-то меня успокаивало. Но когда я пришел в палатку и не мог долго заснуть, потому что вокруг разговоры. И братьев, сестер вразумили после моей жалобы. Теперь братья там начали. Вот. Ну, а тут через некоторое время такой визг сестер донесся рядом, что не только я вздрогнул, а сердце аж заекало. Потому что, ну, есть небольшие проблемы с сердцем. И такие внезапные стрессы, они отзываются на моем физическом теле. Я вскочил, побежал к палатке и думаю, кто знает, что там произошло. Может, спасать нужно сестер? Спасать надо было от лягушки, которая прыгала у них по подушке. Но я, конечно, не стал уже заходить, искать эту лягушку. Просто сказал, говорю, ну, возьмите ее чем-нибудь, не руками, а чем-нибудь вышвырните, и дайте мне спокойно поспать. Ну, наверное, где-то после двух я уже лег. И свой будильничек утром я не услышал. Я обычно до семи встаю. Вот. И тут я услышал голос возлюбленного брата Таиркина, который меня разбудил. Чувствую, сердце ноет, болит, поясница тоже болит. Вот. Тут узнал, что была банька, я туда не попал, огорчение пришло. Думаю, ну, ладно, пойду я сосредоточусь на проповеди. Говорит, Таиркин, пойду в палатку, вот, и хоть так задумаюсь, помолюсь, попрошу, чтобы Господь помог мне. Зашел я в палатку, а тут беготня вокруг. Кто-то кого-то гонит на собрание. Меня это стало раздражать. Раздражать. Ну, вроде бы, разбежались все эти объекты раздражающие. Дождь пошел, барабанит по палатке. Он тоже меня стал раздражать. Открываю Библию. Не вижу. Я мелкую Библию взял. Меня это стало раздражать. Я достал очки. Одел очки. Хуже еще в очках, чем без очков. Очки-то мои родные. Астигматические. Это тоже меня стало раздражать. Я думаю, да что ж такое. Прихожу к Таиркину. Говорю, Таиркин, а что у нас тут с проповедниками-то? Какая беда? Он говорит, да какая. Гостей много понаехало. Нашим местным места не оказалось. А теперь, понимаешь ли, их не хватает, этих гостей. Местных теперь мы вставляем. Я говорю, и что, меня некому заменить? Да ты что, о чем ты говоришь? А в чем проблема? Да вот такая проблема. Слушай, давай помолимся. Нет, вернее, он говорит, ты подумай, сосредоточься. Помолись, и Господь придет. Думаю, ну легче всего сказать. Обычно же так же мы успокаиваем друг друга. Но сел я тогда, говорю, Господи, все. Если ты не придешь ко мне, все. И во время поклонения, когда пели, действительно, Бог пришел ко мне. Мне салфетка понадобилась. Поворачиваюсь к сестрам. Говорю, сестры, дайте мне салфетку бумажную. Поэтому благодарю Бога, что Он в нужный момент приходит. Слава Богу. Поэтому тема моей проповеди – восстановленный жертвенник. И я хотел бы вместе с вами открыть третью книгу царств, 18 главу, с 30 стиха. Вот даже без очков читаю. Вот чудеса интересные. А девочки вижу хуже, чем без очков. Думаю, ну буду без очков читать. Итак, третья книга царств, 18 глава, с 30 стиха. Это один из эпизодов жизни израильского народа, когда Илья восстанавливал жертвенник. И в описании следующее здесь есть. Тогда Илья сказал всему народу, подойдите ко мне. И подошел весь народ к нему. Он восстановил разрушенный жертвенник Господень. И взял Илья двенадцать камней по числу колен сынов Иакова, которому Господь сказал так, «Израиль будет имя твое». И построил из тих камней жертвенник во имя Господа. И сделал вокруг жертвенника ров вместимостью в две саты зерен. И положил дрова, и рассек тельца, и возложил его на дрова. И сказал, «Наполните четыре ведра воды и выливайте на всесожигаемую жертву, и на дрова». Потом сказал, «Повторите». И они повторили. И сказал, «Сделайте тоже в третий раз». И сделали в третий раз. И вода полилась вокруг жертвенника, и ров наполнился водой. Во время приношения вечерней жертвы подошел Илья, пророк, и сказал, «Господи, Боже, Авраамов, Исааков и Израиль, да познают все день, что Ты один Бог в Израиле, и что я раб Твой, и сделал все по слову Твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня, да познают народ сей, что Ты, Господи, Бог, и Ты обратишь сердце их к Тебе». И не спал огонь Господень, и пожрал всесожжение, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве. Увидев это, весь народ пал на лице свое и сказал, «Господь есть Бог, Господь есть Бог». Подробности здесь не описаны, что сделал Илья по слову. Было ли к нему обращено конкретное слово, но верю, что эта фраза означает, что он понимал, что он делает. Хотя, чисто по человеческому рассуждению, во время такой засухи, когда нет воды, и неизвестно откуда ее взять, она на весь золото, и лить воду. И он же дал задание, чтобы нашли эту воду. И мог бы каждый сказать, «Илья, что ты делаешь? Драгоценную воду, которой так не хватает, и ты льешь неизвестно для чего, и на жертвенник, и на дрова». И вдруг они видят действие Божие, когда ров наполнился водой, затем огонь не спал, и все это пожрал. И увидел это, весь народ пал на лицо свое и сказал, «Господь есть Бог». Но Илья, прежде чем он был уверен, что произойдет то, что Господь хочет, необходимо было довериться Богу и сделать то, что он положил ему на сердце. И после того, когда он все это сделал, он произносит фразу, «Услышь меня, Господи, услышь меня, да познает народ сей, что ты, Господи, Бог, и ты обратишь сердце их к тебе». Да, так бывает, чтобы наше сердце обратилось к Нему, необходимо что-то сделать в жизни нашей. И мы, почему я такое вступление вам рассказал, чтобы вы поняли, что мы такие же люди, как и вы. И мы также нуждаемся в Боге всякий раз, потому что для того, чтобы нечто сказать и коснулось наших всех сердец, нужно только вмешательство Господне. Потому что на самом деле я ничего нового вам не скажу. Вы это прекрасно понимаете, и я тоже это понимаю. Но что я такого особенного могу сказать? Но с другой стороны, когда Господь полагает на сердце некоторые слова, мысли, и знает, что здесь находятся те сердца, которых может это коснуться, оно им необходимо. Вот пусть тогда каждый для себя и скажет. Ага, вот это вот то. Ага, ага. Поэтому как только к вам это слово обращается, вы для себя отметьте. Ага, вот оно, это слово, которое меня касается. И очень важно, чтобы этот жертвенник, он был не только построен и действующий, но если по какой-то причине он разрушается или захламляется, чтобы всегда было наше стремление восстановить его, для того, чтобы с Богом иметь общение. Вообще жертвенник берет свое начало со времен Каина и Абеля. И хотя мы тоже в описании не видим, почему они приносили жертвы, но понимаем, что Бог обращался и к родителям Каина и Абеля. И к ним они понимали, что общение теперь после того, когда они ушли из сада Едемского, будет у жертвенника. Это место встречи с Богом. Это место поклонения, где они сердце свое могут открыть пред Богом. Позже в Израиле жертвенник всегда был центром поклонения Богу. И они знали, где есть место встречи с живым Богом. Победы и поражения были тесно связаны с тем, в каком состоянии находился жертвенник Господу. И если он был захламлен или не возносились жертвы Богу, то они видели урон и потери в тех войнах, которые совершали. И от тех, кто стоял во главе, часто зависело состояние жертвенника. И в книге Судей есть одно повествование, когда жертвенник так и не был построен. Был период в жизни народа Израильского, когда каждый делал то, что казалось ему справедливым. И в 17 главе книги Судей, я скатывая стиха прочту, есть описание такого состояния, когда он и не был построен жертвенник. И то, от кого это зависело, они, наверное, не понимали всей важности. И был у Михи дом Божий. И сделал он Ефот и Терафим, и посвятил одного из сыновей своих, чтобы он был у него священником. В те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым. Один юноша из Вифлеема Иудейского, из колена Иудина, Левит, тогда жил там. Этот человек пошел из города Вифлеема Иудейского, чтобы пожить, где случится. И, идя дорогу, пришел на гору Ефремову к дому Михи. И сказал ему, Миха, откуда ты идешь? Он сказал ему, я Левит из Вифлеема Иудейского, и иду пожить, где случится. И сказал ему, Миха, останься у меня и будь у меня отцом и священником. Я буду давать тебе по десяти секлей серебра на год, потребное одеяние и пропитание. Левит пошел к нему и согласился Левит остаться у этого человека. И был юноша у него, как один из сыновей его. Миха посвятил Левита, и этот юноша был у него священником, и жил в доме у Михи. И сказал, Миха, теперь я знаю, что Господь будет мне благотворить, потому что Левит у меня священником. Ну, если дальше читать все это повествование, это напрасные были ожидания и мечты, что теперь Господь будет мне благотворить. Потому что вот то, что в голову приходило, то и делали в то время, и не понимали, каково место встречи с Богом, и с каким сердцем нужно приходить к Богу, для того, чтобы иметь это живое общение с Ним. И поэтому жертвенник не был построен. Надежда была на то, что вот Левит, я ему оплачиваю, и этот Левит за зряплату думал, что Бог еще и будет содействовать его служению. Ну, зарплата, зряплата, она там рядом, да, эти слова стоят. И вот, действительно, каждый делал то, что казалось ему справедливым, и не вникал в то, что Господь ожидал от него. Сразу мы можем в мыслях своих такую параллель с нашей жизнью проводить, чтобы увидеть, есть ли у нас такое подобное состояние в нашей жизни, где жертвенник не строится. Рождается семья, молитвенного общения нет, вместе не молятся, появляются дети, каждый тоже в свое время помолится и идет спать. Глава семьи не созывает всю семью на вечернюю общую молитву. Не строится этот жертвенник, и не поклоняется семья Господу. Ну, и другие параллели мы можем приводить. Еще есть одно описание в четвертой книге царства состояния, когда Божий жертвенник сдвинут, а на его месте стоит другой. Четвертая книга царств, 16 глава, с 10 по 15 стихи прочитаем. Это было время царствования Ахазов иудеи, и когда напали на него два царя, один из которых царь израильский, и он искал защиты, и послал дары царю Ассирийскому, для того, чтобы найти в нем союзника в этой войне. И здесь написано, и пошел царь Ахаз навстречу Феглаф Филсару, царю Ассирийскому, в Дамаск, и увидел жертвенник, который в Дамаске, и послал царь Ахаз к Урии, священнику, изображение жертвенника и чертеж всего устройства его. И построил священник Урия жертвенник по образцу, который прислал царь Ахаз из Дамаска, и сделал так священник Урия до прибытия царя Ахаза из Дамаска. «И пришел царь из Дамаска, и увидел царь жертвенник, и подошел царь к жертвеннику, и принес на нем жертву, и сожег все сожжение свое, и хлебное приношение, и совершил возлияние свое, и окропил кровью мирной жертвы своей жертвенник. А медный жертвенник, который пред лицом Господним, он передвинул от лицевой стороны храма с места между жертвенником Новым и Домом Господним, и поставил его сбоку, с его жертвенника на север». Иногда случается так, что мы хотим видеть действие Божие, так сказать, невооруженным взглядом, чтобы Господь действовал в наших церквях, в нашем служении. И вот однажды я столкнулся с такой ситуацией, когда один брат молился за исцеление, решил практиковать это служение, и как-то поделился со мной, что он перечитал много книг, где люди делятся своим опытом, каким образом они молились за исцеление. И увидел я некоторые книги этих авторов и те методы, которые они применяли. И вот он такой восхищенный, возбужденный, говорит, «Вот, Господь действует, я проверил, это работает, если хочешь, поучаствуй со мной в молитве». Ну и вечером была молитва, и пришли люди, которые нуждались. Вот там было исповедание, там было повеление во имя Иисуса, ну и прочие методы, которые были описаны в книге. Вы знаете, когда я присутствовал, с одной стороны, я понимал, что Господь есть Бог, и Он действует независимо от того, что мы вообще можем думать, и если милость Его распространяется таким образом, чтобы помочь нуждающемуся человеку, то, наверное, независимо от метода это может произойти. Но там строго шло все по методу. И вот у меня пришла вот такая вот мысль. Иногда нам кажется, вот если я вот таким образом сделаю, то Бог будет на моей стороне. И мы не задумываемся, каким образом человек пришел к этому служению или к этому методу. Я только не совсем понимаю, почему люди описывают. Может быть, с той целью, чтобы показать, как искать лица Божьего, а не метода. И я заметил, что этот брат, наверное, не понимал следующих моментов. Вот тот человек, который описывает, каким методом он воспользовался. Прежде он пишет в книге, что он искал лица Божьего. Молился и говорил, Господь, я хочу, чтобы Ты действовал в моей жизни. Что я могу сделать, чтобы позволить тебе делать так, как ты хочешь. И Господь ему посылает личное откровение в сердце его, в духе его. Он начинает таким образом поступать и видеть, что Бог действует. И он описывает это в своей книге. Мы, читающие, видим то, что человек сделал. И этот результат. Оу, классно! Так Бог действует, если таким образом. Давайте и мы так сделаем. И мы не посмотрели на вот эту первую вещь. Каким образом человек искал лица Божьего и как к нему приближался к Богу. И каким образом Бог личное откровение в сердце послал. Мы берем этот метод и начинаем действовать. Мы видим, каким образом происходит прославление в другой церкви. И думаем, о, классное прославление. Мы тоже можем это делать. Вот такую фразу говорят те люди. Классная фраза. Надо записать. Мы тоже будем прославление и эту фразу произносить. Она будет особенным образом действовать на людей. Вы понимаете, о чем я говорю? Мы сдвигаем Божий жертвенник, где мы можем встретиться непосредственно, лично, с нашим Господом и получить свое личное откровение от Него. и ставим другой жертвенник, который, кажется, нам очень хорошо выглядит. Классно все выглядит. И что мы видим позже? Мы видим, что не работает что-то у нас. Не так, как в этой книге описано или в другой церкви происходило, и нам рассказывали, и, может быть, я личным свидетелем было, как это происходило. Что-то не то. И не понимаем, почему это происходит. Я благодарю моего Бога, что в нашей церкви молодых братьев Господь побудил каждое утро перед собранием в молитвенном доме молиться. И мы собираемся. Я где-то в 8.20 прихожу, мы так согласились, пока я на велосипеде доеду. Как раз я успеваю в 8.20 быть в молитвенном доме. И мы молимся до 9 часов, и я совершенно по-другому уже воспринимаю и служение, чувствую эту близость с Богом. Я понимаю, как мне необходимо это искание Божьего, Божьего лица, эти поиски в молитве. И мы продолжаем это, и верю, что будем продолжать. Мне хочется, чтобы этот жертвенник не сдвигался, и на его место не приходили какие-то методы или предложения, которые логичны, красивы на взгляд, но чтобы действительно Господь нам полагал на сердце. Каким образом Он будет действовать в этом богослужении? Еще одно место открою. Книга Второзакония, 16 глава. Юра куда-то ушел, и я хотел бы, чтобы он мне показывал, когда время истекает. Книга Второзакония, 16 глава, 21-22 стихи. «Не сади себе рощи из каких-либо дерев в прижертвеннике Господа, Бога твоего, который ты сделаешь себе, и не став себе столба, что ненавидит Господь Бог твой». Когда мы действительно ищем нечто другое, мы не понимаем, какие мотивы нами движут. Вот хотелось бы мне коснуться вчерашнего, вчерашней этой песни, и сказать то, что я лично пережил. Кто-то скажет, «Ну вот, начали теперь нас долбить за это». Таиркин с утра тут сказал, теперь Вячеслав начал говорить. Ну, поймите правильно, когда нам говорят, «Мы споем песни». Отлично, очень хорошо, я вообще люблю песни. И когда я слушаю, я знаете, как люблю слушать? Чтобы никто вокруг мне не мешал. Чтобы не было суеты, хождения, беготни, чтобы мне войти в это состояние. и слиться с этой песней. Тем более, когда такие прекрасные слова мы произносим в песнях, я даже себе тут отметил, ну, наша молодежь тоже в церкви поет эти песни. Когда мы говорим, «Я буду ожидать тебя». Прекрасно, когда это соответствует действительности. Не только мы поем, что «Я буду ожидать тебя», а действительно мы ожидаем его. Сердце горит, когда вспоминаю твой завет, да? Вот, что ты стал моей судьбой, это прекрасно, если это соответствует действительности. А если только это тогда, когда мы выходим здесь на прославление и знаем, что есть вот такие песни, с такими словами. Мы однажды даже, я предвкушаю красоту поклонения, вот эту вот фразу с молодежью обсуждали. Одну только эту фразу. Фактически, целое молодежное ушло. И мы вглубь копнули, что значит я или ожидаю, или наслаждаюсь этой глубиной поклонения. Когда эта глубина наступает? И в чем у каждого из нас эта глубина, вообще, из чего она состоит, эта глубина этого поклонения? Петь хорошо, слова красивые. А какой мотив сердечный? И вот то, что нам нравится, хотелось бы задать вопрос, почему это нравится? И вот эта песня. Конечно, мне хотелось бы и с Абакумовым Сергеем поговорить, и, может быть, с теми сестрами, и узнать просто их мотив. Поведаю, что на самом деле я не такой уж противник, хотя душа моя ну такая довольно-таки консервативная, потому что я еще из тех, як раньше вирували. Потому что в моем доме есть узница за слово Божье, которая до сих пор жива, она проживает со мной, это моя Матрена Пантелеевна, как я говорю, тетя Мотя. Некоторые ее знают, ей 94 года вот недавно исполнилось, 95-й пошел. Вот. И она еще мне иногда жару задает. Может проследить за мной и сказать, а який сегодня ты? Я говорю, пятница. А собрание будет? Я говорю, будет. А ты что не едешь? Я говорю, тетя Мотя, еще рано. А, ну хорошо. То есть она проследит. В воскресенье она с нами на собрание, а в пятницу она проследит, пойду я на собрание или нет. Тетя Мотя, то я же должен пойти, я же пастор церкви. Так вот, хоть моя душа и все-таки консервативная, в годы моего служения в Ассоциации Христианские молодежные лагеря, которая с 96-го года. И служа в этой Ассоциации, находясь в межденационной среде и познакомившись с разными христианами, я заметил, что стала происходить ломка в моей душе, потому что если какие-то такие песни, ну знаете, четыре строчки по 16 раз гоняются, они возбуждали противление во мне. Думаю, ну что это такое, выдумали, не рифмы, ничего. И 16 раз гоняют туда-сюда, в чем они находят эту красоту, этой песни, понимаешь ли. Ну и так далее. Борьба разная происходила, я знакомился с разными христианами, мы вместе молились, пятидесятник, адвентист, баптист, православная христианка, но она была действительно христианкой православной, это чувствовалось вот по ее молитве, вот. И на семинар приезжали разные люди. Я был деканом семинара и, конечно, не такое количество было, поменьше, где-то около шестисот человек, и тоже так же ко мне подходили и говорили, Вячеслав, можно вот мы споем вот такую песню и сделаем вот такой, ну, типа мюзикла, вот, он вроде бы как танец, мюзикл, и часть, вернее, мюзикла, я говорю, про себя, не знаете вы, к кому обратились с таким вопросом. Перед вами ж пятидесятник консервативный такой, в душе своей, махровый, вы не знаете, к кому вы обратились. Вот же сейчас скажу нет и все, и что вы сделаете? Я декан семинара, а понимаю, что нужно тоже наполнить участием людей. И вот я говорю, хорошо, давайте вы хоть немножко мне покажете, как это будет выглядеть. Готовы показать? О, да, готовы. Я сразу заметил, что сердце такое их податливое, нет вот такого, да что вы в самом деле прям показывать там туда-сюда, что вы нам не доверяете, мы же все там христиане. Тут всякое можно услышать. А тут они говорят, да, пожалуйста. И я согласился, когда увидел это. И я наблюдал за реакцией в зале. Мы сделали воскресный день, первой половине дня богослужения, и это как раз было после пасхалии. и я заметил, когда это происходило на сцене, мне пришлось достать платочек и тоже вытирать слезы, потому что это глубоко коснулось меня, потому что там была показана в действии борьба сил тьмы, дьявола с Богом, и как Бог победил его, вот так вот образно, это без слов, это было в таком, ну, таком медленном, наверное, танце, я не знаю, как правильно это назвать, неграмотен в этом отношении, но тем не менее я следил за своим сердцем, и так это украдкой, пока слезы вытирал, смотрел по сторонам, как люди реагируют, и видел, как они реагировали. Они тоже вытирали слезы, кто-то молился, кто-то встал и стоял стоя во время этого, и думаю, слава Богу, я не зарубил это, я не остановил. А в другом семинаре был в Ангарске однажды, и там я впервые это был где-то 98-й год, я впервые там услышал рэп, это сейчас уже такие вещи всем знакомые, тогда я впервые это увидел. И цель тогда была и мотив, чтобы показать всей аудитории, каким образом мы можем обратиться с целью евангелизации к людям, не знающим Бога, на их уровне, и на том восприятии, которое у них есть, потому что нас, христиан, не очень-то понимают. И когда в этом вечернем таком богослужении такое действие показали, что я сначала растерялся, а потом увидел в этом нечто такое, что как-то легло на мое сердце. А что было? Значит, из-за угла так это выруливает целая процессия женщин, знаете, вот русское одеяние, ну, как-то называется, национальное такое одеяние. Есть там у украинцев, у белорусов, у русских, да, вот в той России еще царской, когда бабы в этом одеянии голосили на всю деревню и так далее. И вот женщины выходят в этом одеянии и на вот такой вот мотив, знаете, такой тот русский народный, вот, чуть ли не в хороводе, они поют песню, она похожа на нашу песню Россия, Россия, склонись перед вору. Вот, я сначала в шоке был, а потом стал вдумываться в слова, и они так это проходили между рядами и пели, как будто бы вот подходили, обращались к тебе, да, и тебе поют, и спрашивают у тебя через эту песню. Ну, и потом шло обсуждение, там вопросы, и сказали, хорошо, мы еще один момент покажем, а вот молодежь, да, это вот русские женщины, которые будут сидеть в деревне, могут вот так вот прореагировать, а молодежь. И выходит парень и спел песню, рэп, я тогда, говорю, первый раз это услышал, вот, и не просто там и такие интересные движения были, ну, такие корректные. И тоже было обсуждение, как это будет влиять. Знаете, с одной стороны, я понимал место, назначение и цель этого, и мотивы тех людей, но не то, чтобы в практику церковную это вводить. И если Господь положит это на сердце для того, чтобы имя Его прославилось, мы почувствуем это в духе Своем и дадим этому возможность, чтобы это произошло. Но если это для того, чтобы здесь удивить, для того, чтобы типа концерта показать, вот как мы умеем, с одной стороны, хорошо, что здесь это происходит. Знаете почему? Я вижу реакцию других людей и заметил, реакция такая была, чтобы ее так это поздравили девчонок, молодцы, и гудели, уже там другие сестры вышли пить, а этот гул еще идет. Я понимаю, что происходит в наших сердцах, но хотел бы обратиться к вам и сказать, а в каком состоянии ваш жертвенник? Есть ли такая реакция? С какого жертвенника эта реакция возносится? И куда она возносится? Кому она направляется? Что мы хотим через это? Поэтому мой призыв восстановления жертвенника жизненно важная задача. Необходимо у кого он в состоянии запустения восстановить, а у кого он в должном состоянии хранить свой жертвенник, чтобы не привнести нечто, что не относится к истинному поклонению Богу, а к ложному поклонению. Для того, чтобы наше сердце было чисто перед Богом и в состоянии поклонения всегда, чтобы мы действительно чувствовали это прикосновение Божье, которое я сегодня почувствовал утром. И так был благодарен Богу, потому что вот какой-то мир на сердце пришел, я просто растаял и говорю, Господи, как ты можешь даже вот такое вот сердце аналитика жесткое, которое может так это выйти и тут сказать, ты можешь его так вот аккуратненько привести в должное состояние. Поэтому, дорогие друзья, восстановление жертвенника жизненно важная задача. Да, благословит нас Господь, аминь. 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 Продолжение следует...